привет дорогие друзья меня зовут игорь целинчук я думаю вы все меня хорошо знаете но может быть кто-то не знает и я на всякий случай скажу я президент международного института здоровья человека и мы вместе с моими коллегами с подвижниками занимаемся тем что помогаем людям с тяжелыми хроническими заболеваниями избавиться от них без помощи лекарств и без помощи каких-то чудодейственных средств а тяжелые хронические заболевания это систематически лишний вес систематическое ожирение это сахарный диабет особенно сахарный диабет 2 типа это различные атеросклерозы это болезни сосудов и еще много 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 всего что на самом деле приводит к основным причинам смертности в современном мире и эти вещи мы помогаем делать и эти вещи мы с людьми делаем вместе чтобы всем помочь кто в этом нуждается вы сюда пришли возможно из моих различных бесплатных видео уроков или из моих мастер-классов и еще откуда-то я теперь каждую среду абсолютно каждую среду буду проводить живой эфир вот здесь на этой странице в фейсбуке живой свой эфир на котором буду отвечать на вопросы или какие-то тематические будут серьезные эфиры они будут короткие как 45 минут может максимум час но они будут регулярно каждую среду потому что таков запрос от наших учеников уже наших учеников больше ста тысяч сейчас больше ста тысяч мы уже пять лет будет скоро как я сделал первые тренинги мы первые ученики получили результаты скоро будет пять лет за это время уже вот больше ста тысяч учеников очень многие прошли наши серьезные программы 90 дневные 50 дневные так далее вот а сегодня наш прямой эфир он очень ценный интересный и важный на самом деле сегодня наш прямой эфир посвящен напрямую тому как работать с сахарным диабетом что делать и какие скажем так средства существует для того чтобы предупредить сахарный диабет для того чтобы избавиться от сахарного диабета чего он возникает мне уже очень много вопросов достаточно прислали я самый интересный из них выбрал для того чтобы на этом прямом эфире рассказать самые интересные самые ценные для всех но под этим видео точно так же вы видите комментарии и вы там тоже можете писать свои вопросы я сначала отвечу на те вопросы которые мне прислали в вчера письмо и посылал в котором можно было заполнить вопросы табличку отослать и потом отвечу тоже на вопросы которые будут заданы в нашей группе фейсбуке значит вот я вижу люди присоединяются значит начинаем с вопросов все вопросы я отвечаю на все вопросы посвященные сахарному диабету и каким-то вместе с ними совместным вопросам которые тоже взаимосвязаны серьезным образом значит я по порядку елена тоже спрашивает насколько ваша методика может помочь при сахарном диабете первого типа значит кратко сахарный диабет первого типа это аутоиммунное заболевание вызывается тем что иммунитет организма борется с собственной поджелудочной железой вследствие аутоиммунного расстройства и к сожалению на сто процентов побороть сахарный диабет первого типа сейчас пока нельзя никакими способами у медицины официальной у врачей ни у кого нет таких средств и естественно у нас тоже таких средств нет наша методика анти диабет позволяет уменьшить количество инсулина который колется раза в два в три вот это она позволяет используя те способы и те вещи которые включены в методику анти диабет поэтому но это пока самое лучшее что может быть из всех результатов вот такой вот ответ наталья клюева спрашивает можно ли снизить сахар в крови таблетками под названием шуга норм я таких таблеток не знаю может быть можно может быть нет единственным медикаментозным средством которые мы международный институт здоровья человека рекомендуем что у него нет побочных эффектов это обыкновенное средство давно уже известно называется метформин метформин все остальные какие-либо средства которые чудо средства то может где-то чудо действенные еще что то такое мы ничего о них не знаем рекомендовать нельзя хотя на самом деле есть мои видео там многие средства они даже которые продаются в аптеках назначаются врачами они очень сильно вредят имеют очень серьезные побочные эффекты поэтому только метформин это такое доказанное серьезные средства новые средства диабета которые появляются я не рекомендую в них экспериментировать к сожалению пока доказанной эффективности в них нет галина можете ли вы помочь больной диабетом которая принимает большую дозу инсулина у нас много есть таких учеников которые принимают достаточно большую дозу инсулина естественно что это достаточно запущенная ситуация к сожалению инсулин разрешает организм также как сахар даже еще хуже только медленнее повышенные дозы инсулина лишнего инсулина особенно разрушают организм кроме того они угнетают и так слабо работающий поджелудочную железу то есть у больного с сахарным диабетом 2 типа как правило как правило поджелудочная железа вырабатывает инсулин вырабатывает инсулин поджелудочная железа и это вполне нормально но как только человек начинает колоть инсулин поджелудочной железе фактически уже нет необходимости вырабатывать тот инсулин который она вырабатывала она вырабатывала инсулин просто этот инсулин был не воспринимался клетками организма это называется инсулиновая резистентность когда инсулин вырабатываемый организм не воспринимается клетками организма так вот вырабатывала поджелудочная железа такого человека инсулин но он не воспринимается клетками организма в этом случае что в этом случае происходит когда мы колем инсулин дополнительный инсулин попадает в организм в какой-то степени он воспринимается, возможно, клетками организма, но зато поджелудочная железа перестает вырабатывать свой собственный инсулин. И у человека происходит постепенный переход от сахарного диабета второго типа к приобретенному диабету фактически первого типа. Хотя причина у него другая, это не аутоиммунный, а просто собственная поджелудочная железа перестала вырабатывать инсулин. Так вот, к вопросу. Конечно, помочь можно. Естественно, что если человек находится в достаточно запущенной стадии сахарного диабета второго типа и колит инсулин, мы сейчас говорим, скорее всего, о сахарном диабете второго типа. То есть, когда у человека, ну, жил человек, дожил до 40, 50, 60 лет, и тут у него нашли сахарный диабет, стали лечить, и ничего не помогает, и уже как крайнюю меру начали колоть инсулин. Кстати, такого не бывает, чтобы инсулин, который колют, вот просто можно его взять и колоть какую-то дозу при сахарном диабете второго типа. Нет. Его нужно дозу все время увеличивать, к сожалению. Вот. Или какие-то более эффективные виды инсулина подкалывать, и количество, и частоту. Потому что организм привыкает, и инсулинная резистентность, которая была у человека, не восприимчиваясь к инсулину, она же все время прогрессирует. И колоть инсулин, ну, это просто человека загоняет в такую яму. Вот. А инсулин вредно очень действовать на организм. Очень вредно. Лишний инсулин. То есть инсулина должно быть столько, сколько нужно. Лишний инсулин очень вредно действует на организм. Так вот, в программе антидиабет, методика, которая у нас есть, методика, которая основана на низкогликемической диете, методика, которая основана на комбинации диеты с эффективными добавками в зависимости от стадии сахарного диабета, методика, которая основана на правильной физической активности, подчеркиваю, правильной системной физической активности, методика, которая основана на прямой работе с мозгом каждого человека, потому что на самом деле мозг управляет работой всех наших в организме желез, гормонов, выделения этого всего. И с мозгом нужно работать очень серьезно. Потому что на самом деле у многих людей запуском для сахарного диабета второго типа является, например, сильный перенесенный стресс, сильнейший какой-то, сильнейшее перенесенное расстройство какое-то, еще вещи такого типа. А эти вещи, ну как? Как они воздействуют на поджелудочную или инсулиновую резистенцию? Только через мозг. Соответственно, через мозг мы должны работать, и через мозг мы делаем тот эффект, который получают наши ученики в программе антидиабета. Поэтому, конечно, женщине, которая колет большие дозы инсулина, помочь можно. Это процесс постепенный. Как оно происходит? Человек перестраивается постепенно. Сначала он постепенно, постепенно, постепенно сходит с инсулина, переходит на таблетки, потом постепенно, постепенно, постепенно уходит из таблеток. При больших дозах инсулина этот процесс занимает где-то год, наверное. Но это же неутомительный, нормальный процесс. Это не надо лежать в больницах. Это просто правильно питаешься, правильно к себе относишься, правильно относишься к окружающей действительности, принимаешь добавки, которые не лекарства, да, добавки, причем при разных стадиях, они нужны разные. И по разной схеме они принимаются. Вот. И, в общем-то, получаешь от этого удовольствие. Просто жизнь улучшается с каждым днем. Так что, конечно, такая женщина с инсулиновыми инъекциями, мы можем ей помочь. Обязательно. Муся Гершкович. У моего внука диабет первого типа началось 4,5 года, сейчас ему 6 лет, живет инсулинов в уколах. Ух, жасная жизнь, есть ли выход? Я уже говорил, к сожалению, при сахарном диабете первого типа на 100% избавиться от него пока нельзя. Но можно уменьшить дозу инсулина и частоту уколов в 2-3 раза. Наша методика помогает. Так. Елизавета и Ефим ЦАП. При каких показателях в анализе крови есть необходимость переходить на инсулин? Ведь ни похудание, ни правильное питание в одночасье сахар не понизит. Значит, я считаю, и наш опыт, наша работа с нашими учениками в программе антидиабет, и, ну, и не только, мы же не придумали программу антидиабета, то есть методику саму мы не придумали, да, мы сделали ее онлайн, чтобы каждому человеку она могла в любой, в любом конце мира, в любой точке мира, чтобы каждый человек мог участвовать в программе антидиабета, антидиабета, получить результаты, и многие из наших учеников – это люди, которые вообще из дома не очень выходят, и так далее. Ничего, у всех все лучше намного становится. Многие избавляются полностью от сахарного диабета. Так вот, эта система, она, методика эта изобретена в Великобритании, уже более 15 лет успешно применяется в клинических условиях, в Институте оптимального питания и в Институте мозга. Вот, господином доктором Партриком Хоуфордом, он изобретатель этой методики, я туда ездил и, собственно говоря, получил практически, как ее применяют, хотя они сами думали, что ее только можно применять в клинических условиях. Мы ее применяем в условиях онлайн, человек с помощью интернета и делает, выполняет необходимые инструкции, и перестраивает сам себя, и делает все. А у них этим занимаются психотерапевты, плюс врачи, люди и так далее. Ну, в общем, как-то там питание централизовано более делает. Но я считаю, что человек должен быть независимым в избавлении от сахарного диабета, человек должен быть независимым от каких-то лечебных учреждений, потому что так намного эффективнее и так намного легче этот эффект на всю жизнь у себя закрепить. Вот. Значит, и похудение, и правильное... Ну, похудение, на самом деле, мы в системе антидиабет специально похудением не занимаемся. Похудеть у людей получается у кого на 5, на 10, на 15, на 20 килограммов за те 3 месяца, которые первый этап системы проходит. Потому что 90 дней антидиабет система – это 90-дневная система, и она 3 месяца, да? Ну, 3 месяца – это первый этап, естественно. Это для того, чтобы вы научились, все узнали, что нужно, и закрепили в себе правильные привычки. Вот для этого нужна 90-дневная система. Все. Потом вы спокойно сами идете вперед, знаете, как вам нужно питаться, знаете, что вам нужно делать, все понимаете, и у вас результат постепенно идет. Потому что сахарный диабет же к вам пришел не за месяц и не за два. Он долго-долго-долго из подвали. Это страшная болезнь, а это страшная болезнь. Это третья в мире среди причин смертности. Так вот, эта страшная болезнь сахарный диабет, третья в мире среди причин смертности, шла к вам постепенно. Постепенно шла, шла и дошла. Или еще не дошла, слава богу. Просто ее можно предотвратить, если вы в зоне риска. А в зоне риска на самом деле люди, просто люди старше 40 лет уже в зоне риска. Люди, у которых кто-то из родственников болел сахарным диабетом, тоже в зоне риска. Люди, у которых есть лишний вес, тоже в зоне риска. Это не обязательно. То есть сахарный диабет не является следствием лишнего веса. Но если у человека лишний вес, он в зоне риска сахарного диабета. К сожалению, это так. Если у человека есть определенные предрасположенности к факторам запуска сахарного диабета, он тоже в зоне риска. Но зона риска, это не означает 100% результата, что вы должны заболеть сахарным диабетом. Ни в коем случае. Вы не должны болеть сахарным диабетом. Но для этого, собственно, мы и делаем программу антидиабет тоже. Значит, когда нужно переходить на инсулин? Когда мы в программе антидиабет идем прямо по программе, когда мы используем все, что у нас есть в программе. Правильную диету с низкой гликемической нагрузкой. Все это мы правильно делаем. Ничего секретного на самом деле в программе антидиабет нет. Ну, по отдельности. Но это все скомбинировано так, что каждый день, каждый день, первый, второй, третий, четвертый и так далее, каждый день у вас что-то новое, небольшое, что вы легко внедряете. Это дает вам те привычки, которые необходимы для того, чтобы победить диабет. Без помощи врачей, без помощи каких-то сверхъестественных лекарств, которых и в природе нет. Просто нет в природе. Я уже сказал, что только метформин является лекарством с доказанной эффективностью. Только метформин. Значит, дальше. Что следующее? Я рекомендую ни в коем случае не переходить на инсулин, если вы не испробовали нашу программу антидиабета. Я сразу. На инсулин зайти легко, сойти с него сложнее. Поэтому обычно, как правило, за первые 2-3 недели уже в программе антидиабета у человека видны существенные результаты. Еще раз подчеркиваю, существенные. По уровню крови и так далее. Но всегда мы рекомендуем сделать 2 вещи. Перед тем, как... Ну и любой, кто входит в программу антидиабет, он это делает обязательно. Вообще, для любого человека, который хочет узнать, как его организм работает с сахаром, то есть нет для него угрозы сахарного диабета и так далее, ему нужно сделать 2 анализа. Первый анализ – это анализ на гликированный гемоглобин, HbA1c, гликированный гемоглобин. То есть это гемоглобин крови под воздействием сахара, он покрывается тоненькой оболочкой молекул сахара. И он называется глюкозой. И он называется гликированный. Так вот, уровень этого гликированного гемоглобина показывает долгосрочный уровень сахара в крови, примерно на протяжении 3 месяцев. И вот нужно сделать этот уровень, этот анализ на гликированный гемоглобин, и нужно обязательно сделать анализ, если у вас повышенный гликированный гемоглобин, нужно сделать анализ на С-пептид. Анализ на С-пептид показывает, какого типа у вас диабет. Второго типа или первого типа? Потому что С-пептид показывает активность вашей поджелудочной железы. И анализ на С-пептид показывает, какого типа у вас диабет. Вот эти два анализа, вообще, все очень просто. Не надо, там, очень много всего и так далее. Два конкретных анализа, которые вы сдаете, реактированный гемоглобин и С-пептид показывают тот уровень сахара в крови и риск заболеть сахарным диабетом. И, собственно говоря, состояние с сахарным диабетом. Поэтому, если пока, я ни одному человеку не пожелаю, пока он не прошел программу антидиабет полностью, да, вообще даже думать о том, что, о каких-либо инъекциях инсулина. У нас люди, многие избавляются вообще, которые колют инсулин, избавляются от этого. А уж человек, у которого просто повышен уровень сахара в крови, который на таблетках, он даже за три месяца может избавиться от таблеток. Конечно, тут результат разный. Вот в Великобритании статистика следующая. У нас, конечно, такой большой, у них за 15 лет статистика, вот по этой методике, 87% в эффективности применения программы. То есть, в 87% случаев вот эта методика помогает. По нашей статистике, примерно 90% случаев она помогает. То есть, серьезно помогает. Вообще, ну, как-либо помогает, то 100% примерно, что людей. А вот серьезно помогает минимум 90%. Это по нашей статистике, но у нас всего человек 200 прошло эту программу, а в Великобритании 13 тысяч за 15 лет прошло. Поэтому, естественно, вот у них есть четкая статистика 87%. Поэтому, не советую никому диабет при сахарном диабете колоть инсулин, если вы не сделали естественными способами, не нормализовали свой организм. Вот на самом деле, никакие судорожные диеты, никакие вот эти вот непонятно что, никакие там использования чудо-таблеток только вам может навредить. К сожалению, это так. Это только вам может навредить. Нет никакого такого чудо-средства, таблеточки, которые можно принять или принимать, и у вас вылечится диабет. Таких средств нет. Таблетки, которые существуют, таблетки, которые существуют, это в лучшем случае таблетки, поднижающие уровень сахара в крыле. И вот такая. Но они тоже постепенно утрачивают свою эффективность, если только пить таблетки и больше ничего не делать. Но если использовать наш подход, который я пропагандирую, мы в Международном институте здоровья человека пропагандируем, если использовать наш подход, который состоит, еще раз говорю, из диеты с низкой гликемической нагрузкой, из работы с головным мозгом напрямую, как управляющим всеми этими процессами, из правильной, состоит также из правильной физической активности, подчеркиваю, правильной, и точно так же состоит из комбинации диеты с биологическими добавками, которые в зависимости от разных стадий сахарного диабета используются, начиная от преддиабета и заканчивая, уже тяжелой стадией, когда уровень сахара выше 8,5. Таких тоже у нас очень много. У нас люди заходили в программу с сахаром 18, 16, 14, с компенсированным сахаром 9. То есть, что такое компенсированный сахар 9? Человек пьет таблетки в слоновых дозах, у него сахар 9. Заходили люди в программу, которые два раза в день калории инсулин. Ничего, всем помогает. То есть, нужно собой заниматься, все, что я могу сказать. Поэтому инсулин – это совершенно крайняя мера, когда вообще уже ничего, уже вопрос жизни и смерти. В других случаях я крайне советую его применять. Но врачи многие это используют. У нас ученики учатся со всего мира. Австралия, Новая Зеландия, США, Канада, Германия, Израиль, Россия, Беларусь. Здесь Литва, Латвия, Эстония, Украина, Испания, Италия и так далее. Со всего мира. И очень многие врачи в очень развитых странах, с очень высокого уровня медицины, очень многие врачи смотрят что-то по своим показаниям и прописывают человеку инсулин колоться. А это уже как приговор. Я не хотел бы, чтобы у вас был такой приговор – колоть инсулин при сахарном диабете второго типа и убивать свою поджелудочную железу. Дальше. Леонид Фишенбаум. Какие фрукты полезны для уменьшения уровня сахара в крови? Стоит ли употреблять корицу для стабилизации сахара в крови? Значит, корица. Корица полезна. Корица полезна. Это не панацея какая-то, но корица полезна для стабилизации сахара в крови. Очень полезна для стабилизации сахара в крови вишня. Я очень рекомендую употреблять вишню для стабилизации уровня сахара в крови. Как свежемороженую, так и вишню я советую употреблять свежую. Просто она не всегда есть свежая, а когда есть свежая, я просто советую ее купить и сразу раз и в морозилку. Вот мы так делаем, килограммов, наверное, 6-8 морозим вишни. Это очень-очень и вкусно и полезно. Это, ну, научно доказанные факты, да? Корицу рекомендую, конечно. Но опять же, это просто дополнительные хорошие средства, если вы правильную диету с низкой гликемической нагрузкой соблюдаете и так далее. Так, можно ли получить запись этой сессии? Можно будет получить запись этой сессии, я завтра всем пришлю. Уйдет ли жир из печени при соблюдении всех ваших рекомендаций? Тут я скажу на своем примере. У меня был жировой гепатоз печени второй степени. У меня был жировой гепатоз печени второй степени. Когда я похудел и держу свой вес и, в общем, более-менее правильно питаюсь и все прочее, у меня нет никакого жирового гепатоза печени. Я УЗИ печени делаю раз в год. Жирового гепатоза печени у меня нет вообще. Но я понимаю, что жир в печени это в основном жировой гепатоз печени. Конечно, когда человек худеет, жир у него уходит. Я должен еще сказать следующее. Иллюзии, что можно похудеть в одной какой-то отдельно взятой части тела, такого нет. Человек худеет везде. Но самый опасный жир, так называемый висцеральный, это тот жир, который находится у нас вот тут вот и внутри. Под животом, под брюшной стенкой, внутри. И он обволакивает внутренние органы, в том числе и печень. Вот из-за него, из-за вот этого вот жира ужасного и происходит жировой гепатоз печени. Жир уйдет, конечно. Тут вопрос, как избавиться от ненавистных мне лишних 5, а лучше 10 килограмм. Полина Левенберг. Напишите тут на страничке, и мы вам поможем. Тут мои помощницы тоже пишут. Мы вам поможем. Значит, так. Кроме диабета второго типа с использованием инсулина, у меня текли ноги, имеются кольцевые покраснения, появляются пузырьки, а когда они лопаются, долго не заживающие рамки. Меня интересует, восстановятся ли ноги. У вас серьезная степень поражения от сахарного диабета второго типа. Нужно заниматься собой. Это, кстати, Михаил. Михаил сегодня присоединился в наш тренинг антидиабет как раз. Приветствую вас, Михаил. Вы уже в программе. Занимайтесь серьезно по программе. То есть, все делайте. Выполняйте все наши рекомендации. Я уверен, что с понижением, системным понижением уровня сахара в крови, вот эти типичные симптомы сахарного диабета, конечно, уйдут. Занимайтесь собой. Серьезно занимайтесь собой, Михаил. Вам нужно. Я вам желаю успехов. Будет все хорошо. Я не сомневаюсь. Я принимаю преднизолон. Это риск диабета. Но преднизолон – это не самое лучшее лекарство для того, чтобы его применять. У него много побочных действий. Если можно от него отказаться, то лучше, конечно, отказаться. Мне нравятся ваши передачи, но как на нее попасть? Вот заходите, пожалуйста, Людмила Ильсоенко. Заходите в Фейсбуке. Я во всех письмах пишу. Легко, легко попасть. Я думаю, что может, Людмила тут и есть. Что делать, если диета не помогает? Лена вопрос задает. Что делать, если диета не помогает и вообще ничего не помогает? И вес продолжает увеличиваться? Напишите тут под видео для наших. Ну, мои помощницы вам напишут. Если у вас нет риска и предрасположенности к сахарному диабету, у меня есть мощнейшая программа, система Пяти Побед Ультра, которая помогает бороться с лишним весом. Я думаю, что вам она поможет обязательно. Евгения задает вопрос. Важный момент с приемом пиколината хрома, что его можно принимать только через 35 минут после приема гормонов. Спасибо, Евгения. Евгения моя ученица. Ну, в гормонах это должно быть написано. Естественно, я гормоны никому не рекомендую, но у многих моих учеников, учениц есть гормональные препараты, которые они принимают. Это нужно иметь в виду. Пиколинат хрома – это очень хорошая добавка, которая снижает инсулиновую резистентность, то есть невосприимчивость к инсулину. Она рекомендована нами в программе антидиабетства в том числе. Так, основные такие интересные вопросы мы тут ответили. Давайте мы посмотрим вопросы, которые мне задали дорогие наши слушатели в Фейсбуке. Так, 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 здравствуйте, 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 добрый вечер, добрый вечер. Да, кстати, я хочу сказать, для того, чтобы больше узнать о программе антидиабет, у нас тут формат эфира не дает возможности много слишком рассказать. Вот над этим видео написано «Узнать больше о программе антидиабет» и есть ссылочка. Или можете писать тут в комментариях, мои помощницы тоже вам пришлют. Вот, значит, так, 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 добрый вечер, добрый вечер, так, добрый вечер. А липосакцию диабетикам второго типа делают? Ну, липосакция – это вообще такая очень странная процедура, я вам скажу. Значит, она может убрать жир на какое-то время. Это косметическая процедура. Но она не убирает ни причины этого жира. И поверьте, организм этот жир обязательно восполнит. А процедура, во-первых, дорогая, во-вторых, довольно глупая. Потому, ну, это и дорогая она, и глупая, да. Я не знаю ни одного человека, который делал липосакцию, и у него есть долгосрочные результаты проведения этой липосакции. Возможно, ее можно делать, когда вы похудели, используя правильные методики естественного оздоровления, естественного снижения лишнего веса, когда вы похудели, и потом у вас там какой-то маленький косметический дефект, который можно убрать небольшой, да, убрать липосакцию. Ну, там, килограмм там или два жира, все, максимум два. Если это больше, то нужно совершенно по-другому худеть, нужно использовать наши методики, нужно снижать лишний вес. Потому что липосакция ни от чего хорошего не поможет, а при сахарном диабете второго типа я бы ее вообще, в принципе, не делал. Ну, знаете, сейчас время такое, что за деньги, за деньги вам косметологи что угодно сделать могут, в том числе и липосакцию при диабете второго типа. И чтобы заработать, могут насоветовать все, что угодно. Я считаю, что это совершенно, ну, во-первых, не нужно, во-вторых, вы знаете, что при сахарном диабете второго типа любые раны заживают намного хуже. Ну, это обычно, это конечные продукты их ликирования в организме так действуют. И какие-то операции дополнительные делать, ну, еще такие глупые, как липосакция, ну, я считаю, что это не стоит ни в коем случае делать. Вот. Присоединились, да? Надежда спрашивает. Спасибо, значит, кардинально решить проблему за день не получится. Надежда, я вам даже должен по секрету сказать, что кардинально решить проблему и за месяц не получится. Вот. Потому что, как правило, человек поправляется не за день, не за два и не за три, а это годы на это уходят. И, соответственно, какой-то срок нормальный должен уйти на то, чтобы так похудеть, чтобы потом не поправляться. Для этого существуют наши программы. Вот. Причем программа, если 50 дней идет, например, система 5 победулька, это похудение программы, то это не значит, что вы 50 дней худеете, а потом катись в жизнь, как была. Такого не будет. 50 дней вы вырабатываете полезные привычки, которые вам нужны. А потом эти полезные привычки, вы с ними уже живете всю жизнь, становитесь здоровее, становитесь стройнее. Вот так работает. Точно так же работает антидиабет программа. Вы 90 дней вы вырабатываете полезные привычки, перестраиваете все, включая работу своего мозга, работу организма. А потом вы просто так живете. Если кто-то думает, что за 90 дней можно справиться с диабетом, а потом жить как жив, вот закрывайте лучше этот фейсбук и не смотрите меня. И вообще я вам не нужен, потому что такого не бывает. Чудес в мире нет. Нам всем хочется верить в чудеса, к сожалению, чудес в мире нет. Для того, чтобы справиться со страшной болезнью, третьей в мире среди причин смертности, нужно какие-то усилия небольшие приложить. Моя работа, собственно говоря, я знаете, в чем эксперт? Я же, ну, вы знаете, да, я не врач по образованию даже. Я к этому всему доходил своего опыта. Я сахарного диабета, боюсь как огня, у моего деда ампутировали ногу. Это самое страшное воспоминание моего детства. Как моему деду при сахарном диабете второго типа ампутировали ногу. Он был упертый человек. Ну, это мой дед, я его люблю. Вот. Ему ампутировали ногу. И вот, когда я к нему в больницу ходил, и все, это у меня самое страшное воспоминание моего детства. И я боюсь сахарного диабета. И я его боюсь не зря. Это третье в мире среди причин смертности. Столько осложнений, сколько дает сахарный диабет, вообще ни одна болезнь не дает. И я очень серьезнейшим образом вас убеждаю, да, что приложите немножко усилий, а вот то, что я делаю, то, что я делаю, я не изобретаю никаких методик. Я беру лучшие в мире методики, которые есть, лучшие в мире методики, абсолютно лучшие в мире методики, которые есть, я беру. И вот эти лучшие в мире методики я делаю доступными для людей для использования онлайн. Только с помощью интернета, у себя дома, без всяких каких-то там сложностей и всего. Вот я делаю эти лучшие в мире методики, мы с коллективом Международного Института Здоровья Человека делаем их удобными и доступными для того, чтобы вы использовали. И когда вы их используете, вот эти вот лучшие в мире методики, подчеркиваю, вы получаете результат. Вот и все. Я очень сильно не люблю, когда обманывают людей и обещают им какие-то золотые горы, какие-то быстрые результаты, какие-то чудеса и так далее. Нет ни чудес, ни чудо-таблеток, ничего этого нет в природе. Это просто обман. Это просто обман. Но человек всегда, внутри психология человека такая, может попробую, а может поможет, а может включите логику и поймите, чудо-таблеток нет. И тогда легче живется, и тогда проще все со всем справиться и понимая, что нужно системно действовать, для того, чтобы получить хороший, качественный, системный результат. Сейчас дальше смотрим, 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 смотрим. Так, так, так. Инна Мастеева, прошла ваши основные программы, чувствую себя хорошо, сахар в норме, но без сладкого не могу, начинает болеть голова, что посоветуйте? Сахар очень хитрая штука. Когда мы используем сладкое, сахар напрямую воздействует на мозг. Вообще, на самом деле, сахар это питание для мозга. Поэтому, что я вам, Инна, посоветую? Первое, использовать натуральные виды сахара, сладкого, например, мед. Я думаю, что вот двумя видами сахара, двумя видами сладкого, можно ограничиться, если вам очень сильно, когда хочется. Это мед и черный горький шоколад. Еще раз подчеркиваю, мед и черный горький шоколад. Именно черный горький шоколад. Во-первых, его много не съешь, во-вторых, он действительно полезен, несмотря на то, что он сладкий. Вот. Мед и черный горький шоколад. И, конечно, сахарозависимость у людей достаточно сильная. Я я ем сладкое, ну, так ограничено, да, не сильно. Вот. Я проводил эксперимент на себе, я месяц не ел вообще ничего сладкого. Даже натуральных сахаров, ничего вообще. Ни сахаров, ни крахмала в месяц не ел вообще. Я вам скажу, что чувствовал я себя лучше, и еще веса ушло у меня тогда килограмма три за этот месяц. Вот. Просто не ел сахаровых крахмалов. Ну, я об этом подробно говорю в моих программах по похудению. Конечно, в программе антидиабет, которая посвящена страшной болезни сахарному диабету второго типа, там мы жестче подходим к питанию, жестче подходим к нашей низкогликемической диете. Но тоже сладкое можно, только его немного. Вот. Хотя есть люди разные, друзья дорогие, ученики мои, люди есть разные. Кому-то можно ограничить уровень сладкого на какой-то уровне и на таком уровне кушать, а кому-то, знаете, сахар проникает как наркотик в мозг. Знаете, как наркоманы борются с наркотиком? У них приходит ломка сначала. Проходит ломка, ломка это что? Это организм физиологически должен избавиться от зависимости от наркотика. Вот у людей, у многих к сахару такая же ситуация, то есть он как наркоман сахарный. И таким людям лучше всего потерпеть, там, недельку примерно, да, когда ломка сахар не проходит, и все, и потом просто не есть вообще ничего сладкого. И им тогда намного легче не есть ничего сладкого, чем есть что-то сладкое чуть-чуть. Точно так же, как курить. Многие люди бросают. Вот это уменьшение количества выкуримого сигарета это не метод оздоровления, не метод бросить курить. Бросать курить надо полностью, да. Сначала ломка, потом перестает. Точно так же с сахаром. Поэтому это индивидуально, это индивидуально, но я, вы знаете, я не сторонник жестких методик, я не сторонник жестких запретов, я не сторонник всего этого. А вам, Ирина, всего самого лучшего желаю. Я думаю, что у вас все будет хорошо и впредь. Вот моим советом попробуйте воспользоваться. Можно попросить сделать такой же прямой эфир для похудения? на следующей неделе у нас будет прямой эфир по похудению. Каждую неделю у нас прямой эфир на вот этой странице. Приходите, слушайте, задавайте вопросы, предварительно задавайте вопросы, все будет хорошо. Надежда спрашивает, что вы скажете про таблетки Джону Мед. Не знаю таких таблеток. Я вам скажу сразу. Значит, есть таблетки, которые выписывают врачи. Еще раз. Таблетки, которые выписывают врачи. Эти таблетки, которые выписывают врачи, среди этих таблеток, я же говорю, доказанной эффективностью обладают таблетки Метформин. Это, ну, есть некие таблетки, которые продаются как БАДы, какие-то биологически активные добавки, там, не знаю, что там, могут названия какие-то иметь и так далее. Я их не знаю и никому не советую. Вот. А если говорить о биологически активных добавках, когда мы в программе антидиабет даем их, но это простые они, у них есть нормальное химическое название, у них нет вот таких вот торговых марок. Вот. Например, пикалина от хрома. Да, это полезная добавка. А про таблетку Джанумет не знаю ничего. К сожалению. В аптеках продаются таблетки для снижения веса. В аптеках, если что-то в аптеках продается, это не значит, что это надо пить. Вы знаете, что точно так же, как если что-то натуральное, это не значит, что оно безопасно. Знаете, самые опасные яды, они натурального происхождения. Курары, например, самые страшные опасные яды, они абсолютно натурального происхождения, не химического. Если таблетки продаются в аптеках для снижения веса, то вы должны понимать одну простую вещь. Фармацевтическая промышленность, фармацевтическая промышленность перегнала по рентабельности и прибыльности торговлю оружием и только чуть-чуть уступает торговле наркотиками. Еще раз, по рентабельности и прибыльности фармацевтическая промышленность перегнала торговлю оружием и только чуть-чуть уступает торговле наркотиками. Да, что угодно могут в аптеках продавать. Таблетки для снижения веса. Я у меня есть на моем канале YouTube, зайдите, посмотрите, у меня есть видео про таблетки про снижение веса, я там анализирую таблетки для снижения веса, начиная от ксеникала и заканчивая прочего, все побочные эффекты, страшная вещь, в лучшем случае, в лучшем случае просто выкините деньги, это в самом лучшем случае, но это вам повезло, а так можно получить такие расстройства, что ксеникал, например, таблетки продаются, это было достижение, такое лет 15 назад, большой концерн мировой их сделал, вот эти таблетки ксеникал, они не дают усваиваться жиру в организме, просто была мысль, что жир мешает, на самом деле, уже все давно доказано, что жир необходим человеку и очень необходим, и даже насыщенные жиры тоже, а вот сахара, простые сахара и крахмалы, нужно минимизировать, так что это так. Так, кто у нас еще тут есть? Так, вопросы, здравствуйте, у вас спасибо, я только присоединилась, можно узнать ваш профиль, не понимаю вопрос, если честно говоря, про профиль. Меня зовут Игорь Целинчук, может меня просто не знает, меня зовут Игорь Целинчук, я президент Международного института здоровья человека, и мы занимаемся избавлением людей от тяжелых хронических болезней, без использования врачей, больниц и лекарств. Ну, у нас есть врачи-консультанты, конечно, вот, но мы считаем, что, ну не только мы считаем, это, кстати, мнение официальной науки, в том числе, вот, я абсолютно с полнейшим увы, мы не занимаемся так называемой нетрадиционной медициной, шаманством каким-то, целительством, еще вот этим мы не занимаемся. У нас абсолютно на научной основе, мы работаем, Международный институт здоровья человека, абсолютно на основе, но просто на основе новейших научных достижений. К сожалению, 80% врачей даже в самых развитых странах мира никакими научными достижениями новейшими не интересуются, им удобнее по старинке работать. 20% интересуются, да, но они работают в разных инновационных местах и так далее, а 80% не интересуются. А в таких странах, как Россия, Украина и прочих, 95% не интересуются. 95% никакими научными достижениями новейшими не интересуются. Вот. Но с точки зрения науки тоже, наука знает, что нужно для того, чтобы человеку избавиться от диабета. Нужно, чтобы в организм попадало меньше сахаров, меньше крахмалов, чтобы это было равномерно, чтобы не было стрессов для организма и так далее, и так далее, и так далее. Просто врачи, которые работают где-то в клинике и так далее, и видят пациента 20 минут на приеме, и из 20 минут 15 пишут что-то в компьютере, они не могут у своего пациента вызвать желание следовать всем этим нужным правилам. Да они им рассказать не могут. Если у нас в 90-дневном тренинге 50 часов я вам рассказываю, в 90-дневном тренинге антидиабет на протяжении 90 дней, 50 часов я вам рассказываю то, что нужно знать человеку, который хочет победить диабет. Там есть как и знания, так есть и поддерживающие мотивационные видео и так далее. Но это 50 часов. Ни один врач со своим пациентом даже 2 часа не общается. Поэтому, конечно, у врачей нет таких инструментов, они просто не могут. Они знают, что это есть, они знают, что это правильно, но они не могут никому гарантировать, что их пациент будет этого придерживаться. Поэтому врач лучше выпишет уколы инсулина больному диабету. И все. Я еще вам одну грустную вещь хочу сказать. Очень грустную. Знаете, за что отвечают врачи? Врачи. Я очень уважаю врачей. Просто врачи поставлены в такую ситуацию. Врачи отвечают за то, что их пациент быстро не умер. Вот все, за что отвечают врачи. Врачи отвечают за то, чтобы их пациент быстро не умер. Все. Если пациент будет медленно умирать, а это называется тяжелая хроническая болезнь, за это врач не отвечает. Он сделал все, что мог. Прописал таблеточки, прописал уколчики. Все, а пациент дальше... Качество жизни пациента тоже не отвечает врач. Не отвечает врач за качество жизни пациента. А качество жизни – это радость от жизни, которую мы получаем. И радость от жизни, и вот это качество жизни мы только сами себе можем доставить. Значит, хорошо, дальше поехали. У сестры диабет второго типа. Ваша программа антидиабет подходит для избавления от этого? Конечно. Ирина, программа антидиабет именно для этого и подходит. При сахарном диабете второго типа она помогает очень сильно и качественно. Так что рекомендуйте сестре к нам обратиться. Вот. Как справиться с депрессией без таблеток? Ну, это не тема нашего эфира, но я кратко расскажу. С депрессией существует... Кстати, в моих тренингах и в системе Пяти Побед, и в антидиабете есть методы борьбы с стрессом и депрессией. Ну, депрессия – это один из видов стресса. Вот. Для этого я рекомендую. Первое – физические упражнения. Великолепное средство физических упражнений для того, чтобы справиться с депрессией. Кажется, ну, это кажется, что не совсем то, что мы бы хотели делать, да. У нас депрессия, и тут вдруг физические какие-то упражнения делают. Но они очень здорово помогают. Я вам расскажу. Когда у меня плохое настроение или еще что-то, и так далее, я... Или иду гуляю быстро, да, или бегаю. Это явно. Еще очень хорошо в подминтон я люблю играть тоже. Но не всегда получается. То есть... Но физические упражнения помогают великолепно для борьбы с депрессией. Первое. Второе. Помогает, например, расчесывание волос. Это для женщин. Да, мне этот расчесывать особо нечем. У меня даже расчески нет, я вам скажу честно. Вот, а для женщин расчесывание волос очень помогает. Такой мягкой щеткой очень хорошо. Ну, еще есть очень много методов. Вода очень хорошо помогает до борьбы с депрессией. Ванну теплую принять. Плавать очень хорошо помогает. Теплая ванна. Солнце помогает до борьбы с депрессией. Солнце. Вот сегодня был замечательный солнечный день. У меня настроение... Как только вышло солнце, у меня настроение улучшилось в пять раз. Оно не так у меня неплохое, а улучшилось в пять раз. А еще я ожидал эфира с вами, дорогие мои друзья, ученики, кто меня смотрит. Я еще ожидал эфира с вами и на самом деле настроение еще улучшилось. Так что с депрессией можно справиться без таблеток. Бывают стадии депрессии, когда необходимы какие-то более сильные средства. Но сначала надо попробовать. Во-первых, у депрессии есть причина. То есть у депрессии может быть причина психологическая и может быть причина физиологическая. Надо разобраться в причинах и постараться нейтрализовать те причины, которые можно нейтрализовать. Гормональные бывают причины и тогда без гормональных таблеток трудно справиться. Тоже можно. Вот то, что я говорю, те простейшие средства, которые я сказал, они помогают справиться с депрессией. Как предупредить диабет или хоть попытаться? Вот для этого и существует тренинг антидиабет. Кратко нужно правильное питание. Я еще раз говорю. Четыре элемента. Правильное питание. Правильная настройка своего мозга. Правильная реакция на стрессы. Правильная работа со стрессами, с депрессиями и так далее. Для этого нужна правильно физическая активность. А что такое правильная физическая активность? Правильная физическая активность это не такое, знаете, сегодня я иду заниматься, а потом неделю лежу отлеживаясь, потому что у меня все болит. Такая не годится. Самое главное физическая активность, она должна быть постепенная, наращивать нагрузку постепенно. Она должна быть равномерная, более-менее. И она должна быть посильная. Посильная. например вместо того чтобы на лифте подниматься подниматься по ступенькам это уже физическая активность физическая тем не обязательно бегать бегать это не всем полезно вот и на суставы это дает у меня в видео есть пробег там на моем канале есть про ходьбу есть видео про плавание так про много всего зайдите посмотрите наберите игорь целинчук youtube и вам даст мой канал там много видео 5 лет канал вот нужно просто заниматься собой нужно просто заниматься собой когда человек себя запускает сожалению никакие врачи не помогут я он со всей ответственностью со всей ответственностью вот если у кого-то есть еще вопросы какие-то конкретные напишите тут пожалуйста если вы просто хотите узнать больше о программе антидиабет наверху есть ссылочка которую вы можете нажать и в чате тоже есть ссылочка лариса моя помощница оставила и я вопросов нету я хочу вам сказать занимайтесь с собой дорогие друзья я вас очень люблю ирина написала спасибо огромное меня очень выручают ваши визуализации ирина конечно визуализации очень важны в программе антидиабет свои тоже есть визуализации необходимые шутка визуализация это мы слушаем голос наложены на специальную музыку на бинаральные специальные ритмы и это воздействует на мозг прямо на подсознание и у нас подсознание напитывается силой энергии и возможностями для того чтобы изменить наше тело потому что еще раз подсознание управляет нашим телом но к подсознанию напрямую обратиться сложно и для этого существует инструменты вот один из этих инструментов визуализации конечно мы используем самые мощные в мире техники для того чтобы бороться с тяжелыми хроническими болезнями без каких-либо преувеличений самые мощные даже при плохом настроении помогает визуализации конечно помогают они помогают при любом и видно конечно друзья спасибо вам большое за то что вы были на этом эфире меня 56 минут уже слушали я еще раз скажу еще раз скажу что я очень хочу чтобы вы улучшили свое здоровье рассказали всем об этом всех кого вы знаете всем своим близким друзьям знакомых что это можно и нужно сделать что это можно и нужно сделать что можно это хорошо делается я хочу чтобы вы сказали всем что вы можете справиться с тяжелыми вещами с тяжелыми хроническими болезнями то что на самом деле многие стали ступить скажите это всем а я вам желаю счастья радости каждую среду мы встречаемся на этой странице пока счастливо всего самого лучшего а а Субтитры создавал DimaTorzok